Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 35 управляющих компаний в Кировской области лишат лицензий. Об этом сообщил зампред регионального правительства Алексей Жердев. По его словам, в первом квартале этого года ГЖИ провела работу по выявлению нарушений в работе управляющих компаний. По результатам проверок, 35 управляющим компаниям не продлен срок действия лицензий. Еще по четырем организациям ожидаются решения судов. В управлении этих организаций 1050 домов. Собственники должны будут выбрать другие управляющие компании, отметили в ГЖИ. Всего в Кировской области на данный момент 198 УК. Экономика. Почти 10 миллиардов с начала года получила Кировская область из Москвы. За первый квартал в областной бюджет из федерального поступило 9 миллиардов 600 миллионов рублей. Это четверть того, что должно поступить за год, рассказали в региональном Минфине. Основная часть средств направлена на социальную политику. Более 800 миллионов вложили в развитие сельского хозяйства. 350 миллионов на ликвидацию несанкционированных свалок. По 300 тысяч на образование и здравоохранение. На 2% выросло число вакансий в Кировской области. Данные об этом публикует портал Headhunter. Это чуть лучше, чем в целом по стране. И по Приволжскому федеральному округу, где объем вакансий по сравнению с февралем остался на том же уровне. При этом рост спроса коснулся тех направлений, которые весь прошлый год показывали снижение числа вакансий. Например, в сфере бухгалтерии за месяц объем вакансий увеличился на 13%. Заметный рост спроса зафиксирован на специалистов из индустрии консультирования и специалистов по маркетингу. Здесь количество открытых вакансий увеличилось на 10% и 9% соответственно. Рост в сфере производства 5%, в продажах 3%. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.